всем доброго времени суток меня зовут лана вы на моем канале лана 2016 книг сегодня я начинаю свой новый проект но это не совсем проект а так сказать хочу сделать небольшое изделие но с применением вязания у меня в наличии вот такой вот большая кипа пакетов от которых я очень сильно устала я делала разные приспособления чтобы хранить эти пакеты то есть сначала я хранил обычно как пакет пакете потом я сделала вот такую вот 5 литровую баклажку дырками но мне не нравится пакета хранятся но много сюда их не положишь потому что пакетов очень много потом я делала вот такую вот приспособление то есть здесь вы тянете да у вас вытаскивается один пакет и за ним потом будет выходить вот следующий пакет который будет торчать но это все занимает очень много времени это складывать скручивать и так далее плюс у меня была вот такая вот омочка я вязала тоже она у меня вот так вот висела и я туда складывала пакеты но из нее тоже начинали выпадать эти пакеты то есть она мне тоже не подходит и тут я решила сделать пойти на крайний мир и уже сделать себе большое хранение для пакетов у меня в наличии вот такая вот баклажка для воды большая 19 литров наверно не здесь вот в общем такая вот баклажка что я хочу сейчас делать я ее сейчас верхушку отпилю здесь вот досюдово сделаю вот здесь вот дырочки своим инструментом под названием не помню названием инструментом очень делаю здесь дырочки и уже в дальнейшем буду вязать либо я обвяжу только вот верхушку сделаю такой кокон ну как шапочка да либо я обвяжу полностью баклажку в общем я посмотрю в общем я хочу сделать чтобы у меня вот здесь вот пластик был туда я буду складывать свои пакеты а сверху чтобы он затягивался то есть чтобы не было проблем потому что в моей семье вот так вот никто не складывает пакеты вот так вот тоже просто кончить и кидают и вот решила я в общем вот этой баклажки большую сделать вот такой вот хранилище в общем я его буду делать ну и в дальнейшем уже вам покажу что у меня из этого будет получать потому что этот начала проводить генеральную уборку под мойкой и понимаем что вот этот вот беспорядок меня сильно сильно напрягает и огорчает поэтому кому интересно оставайтесь смотрите продолжение может быть кто-то тоже возьмется на вооружение и тоже себе сделать такой уже органайзер в общем всем приятного просмотра что я решила сделать вот эту вот баклажкой у меня есть наличие вот такой вот моток этот моток я делаю таким а . я делаю из остатков пряжи видите она там разношерстная разноцветная такие матки я делаю когда у меня остаются маленькие кусочки пряжи от каких-либо изделий и их соединяю воедино то здесь я провязываю цепочку из воздушных петель вот так общем цепочку я провязываю и у меня получаются вот такие вот моточки когда у меня получается один большой моток то я его уже применяю в дело то есть у меня из таких моточков я уже вязала сумку у меня есть на канале видео плюс из такого же моточка я вязала вязаный пуфик тоже разноцветный он получился такой в стиле пэтчворка тоже симпатичный красивый получился вот и сейчас я хочу этот моточек тоже пустить дело так как он давно у меня уже лежит на новой пряжи не прибавляется я решила вот из этой вот баклажки в общем связать корзину для пакетов ну пока она у меня будет для пакетов но дальнейшем посмотрим в общем что я сделала я начала вязать вот здесь вот круг столбиками без накида связала вот по размеру дна то есть вот я поставил баклажку не смотрю чтобы у меня но было связано да уже вы более-менее и сейчас я буду вязать столбиками без накидов но уже поднимать вот это вот все дело наверх вот сюда вот то есть вязать буду без прибавления этот круг я связала с при бабочками а дальше я буду уже вязать без прибавления до нужной мне в общем высоты моего но мои корзинки то есть где-то вот досюда вам в дальнейшем я вам все обязательно покажу что у меня получится то есть пока это эксперимент не знаю в общем вижу как говорится в режиме реального времени и заодно снимаю вам поэтому что получите то я покажу в общем я продолжаю встретимся с вами чуть позже а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok и все то есть у меня стоит в таком вот виде на открытой полочке очень даже удобно я продолжу в общем вязать вот это вот изделие у меня должно получиться идентична вот этому и стиле нужен покажу вам как у меня получится сама вот это вот большая баклажка такой вот яркой радужной расцветки вот я делаю вот такие вот большие дырочки так как у меня пряжи толстые сейчас я буду здесь довязывайте уже присоединяться вот в эти отверстия столбиком без накида и тем самым делать вот здесь вот оборочку видите чтобы не было в общем чтобы не порезаться чтобы вот это вот все дело было очень аккуратно обработано так вот у меня смотрится это дело изнутри в общем я продолжу и уже покажу вам когда это все дело как вижу вот но пользуюсь я вот таким вот паяльником очень удобный не раз уже показывала в своих видео очень хорошая вещь очень не продолжу встретимся чуть позже я закончила полностью свою корзину вот такая корзина у меня получилось с таким вот рисунком разноцветным я в нее уже сложила все пакеты к моему счастью сюда уместились все пакеты которые у меня были вот пока я ее оставлю так но дальнейшем вполне возможно что я вот здесь вот все таки сделаю ткань просто у меня сейчас нет подходящей ткани в общем сделаю здесь ткань и она у меня будет собираться то есть что-то похожее на корзинки которые продаются в фикс прайсе они такие складные вот с таким вот верхом очень где он затягивается сейчас я вам покажу вот очень для себя я пока оставлю этот вариант посмотрю пока как он будет если что я вам обязательно покажу и расскажу в общем если кто-то из вас вдруг тоже захочет себе связать подобного рода корзинку да и использовать под какие-либо нужды то есть я себе сделала именно под пакеты но если вам нужно допустим под овощи да либо под там допустим одежду или еще какие-то варианты я вам могу сказать что для этого тогда сделайте дырочки по всей бутылки в общем продыряв те и чтобы у вас чтобы вы туда не положили обязательно был воздух и дышала то есть ничего там не прела и было абсолютно в дышащем состоянии то есть мне пока это не нужно у меня принципе ты не нужно было потому что я себе сделала конкретно под пакеты но если бы я допустим хранила здесь картошку да или бы я там складывала сюда грязное там белье то я обязательно буду здесь вот по всей баклажки сделала бы также паяльником отверстие для того чтобы у меня все продувало и дышало надеюсь кому-нибудь моя идея зайдет мое видео понравится и кто-нибудь из вас тоже обязательно себе сделает подобного рода я сразу хочу сказать да можно купить это все в магазине но в моем случае я вот могу сказать про себя лично да у меня была ситуация такая что я разбиралась под мойкой и меня просто вот говорится на скорую руку я себе сделала органайзер чтобы не бежать там магазин да можно там купить это все делал но мне надо было срочно его сделать и я себе вот сделала такой такой вот органайзер поэтому если кому-то из вас тоже вдруг понадобится захочет кто-то из вас сделать и органайзер можно сделать из любой канистры то есть я даже делала из канистры буду из-под молока у меня была пластиковая из-под молока то есть вот подобного рода как это я все снимала вот здесь отрезала делала здесь тоже такие же отверстия это же там обвязывала и использовала под разные нужды то есть может быть любая пластиковая канистры как вот такая вот маленькая там 5 литровые баклажки 19 литровые баклажки либо вообще можно использовать старое ведро если у вас есть ведро которое вам уже будет не нужно то я думаю можно также обновить его будет и использовать дальнейшим потом всем спасибо за просмотр большое спасибо всем кто посмотрел это видео будьте здоровы живите богато не болейте до новых встреч пока пока я решила немножко модернизировать свою корзину и в общем сделала ей вот такой вот верхушку колпати у меня нету ткани и вместо ткани я взяла вот такую вот одноразовую скатерть они недорогие у меня была в наличии такая вот скатерть я сложила пополам для плотности в общем я сделала вот такой вот колпак здесь вот в общем здесь вот тоже прошила чтобы здесь вот все утягивала затягивалась вставила ленточку опять же у меня веревочек не было сделала вот такую вот штучку и при желании вот она вот так вот вытягивается здесь дальше раскрывается и там у меня уже хранятся пакеты почему я это сделал и для чего для того чтобы сюда можно было больше положить пакетов ну точнее как положить мне хватало и просто корзинки до когда она у меня была но в использовании эта корзинка у меня уже два месяца и так получается что я свои пакетики аккуратно складываю складываю не получается но семья моя просто берет этот пакет ну помкает в общем и кладет в корзину тем самым они увеличивают объем но после каждого тоже не хочу разбирать ничего и я решила вот ее модернизировать чтобы было удобно можем отсюда ничего не выпадает довольно таки симпатично получилось вот здесь я тоже все это дело вот так вот пришила руками при желании это все можно потом отпороть это все дело ну и кому не нравится такой вариант можно здесь вот сделать просто ручки связать вас будет здесь каркас на здесь уже ручки то есть принципе при желании можно сделать вообще любой вариант какой вам захочется я остановилась пока на таком варианте меня принципе устраивает все учитывая то что я этой корзинку уже пользуюсь два месяца я никого не призываю в общем вязать я просто показала свой вариант утилизации остатков но и плюс у меня это получился такой экспромт вариант потому что я ее связала за вечер только лишь по одной простой причине потому что я начала разбираться наводить порядке в общем на кухне и мне надо было срочно решить эту проблему и вот таким вот образом чем я решила я два месяца по пользовалась и и в общем осталось довольно опять же я вам показала свой вариант хранения пакетов здесь можно хранить все что угодно также можно хранить какие-то детские игрушки особенно пластиковые да то есть точно также вот сделать здесь в общем можно хранить какие-то овощи но опять же советую вот здесь вот продырявить корзинку чтобы овощи дышали а не задыхались там надеюсь моя идея кому-то придется по вкусу очень понравится и кто-то воспользуется тоже подобный рода сделать себе что-то похожее но уже со своими может быть какими-то элементами со своим дизайном декором и так далее всем большое спасибо кто досмотрел это видео до конца кому понравился это ролик всем большое огромное спасибо будьте здоровы живите богатым не болейте ну и до новых встреч в эфире пока 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 пока